Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаева, Черкесии, Рашид Тимрезов, комментируя интервью президента России Владимира Путина, американскому журналисту Такеру Карлсону, отметил, что президент во время интервью дал честные и очень аргументированные ответы на все заданные вопросы. Таким образом, наш национальный лидер еще раз доказал всему миру, что он готов на открытый диалог и для него нет неудобных вопросов. Глубокие обстоятельные доводы президента, отражающие историю и позицию России во многих направлениях, в том числе по Украине, дали ответы на многие вопросы. Интервью Карлсона показало, что интерес к авторитетному мнению Владимира Владимировича в мире необычайно высок. Ведь оно дает миллионам людей со всего мира посмотреть на многие вещи глазами лидера такой великой державы, как Россия, отметил Рашид Тимрезов. Десять лет плодотворной работы. Свой юбилей празднует сеть многофункциональных центров «Мои документы». В честь этого события прошло торжественное награждение сотрудников организации. Они всегда на связи и готовы решить любую проблему. Как все начиналось, к чему пришли и что в планах, расскажет Альбина Ламкова. Эксперимент по созданию новой системы взаимодействия граждан с органами власти стартовал 10 лет назад. Сервис в нашей республике можно получить в удобное время в комфортном современном офисе в сопровождении вежливого специалиста многофункционального центра. Ежедневно оказываем больше тысячи услуг. За прошлый год это 345 тысяч услуг. Если выкинуть выходные, даже больше тысячи получается. А в общей сложности за 10 лет мы оказали больше 2 миллионов. 2,5 миллиона, 2 миллиона 570 тысяч. На сегодня МФЦ представлены во всех районах республики. Выполняя инструкцию, работники центра «Мои документы», а трудятся в ведомстве 296 человек, стараются сделать чуточку больше. Перешагнуть барьер, отделяющий их от клиента. Встать рядом, объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис. О важности нашей работы в свое время сказал президент Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что МФЦ – это лицо государства. Дружелюбное, профессиональное, комфортное. Думаю, что мы именно такими и стали. Доступно, удобно и комфортно оказывать услуги специалистами реализовано. В планах сделать МФЦ единственным центром очного взаимодействия граждан и бизнеса со всеми органами власти. Начиная с муниципальных, заканчивая контрольно-надзорными и правоохранительными. На сегодняшний день специалисты оказывают порядка 900 разновидностей услуг. Но это не предел. Можно увеличить их количество более чем в два раза. Свой первый большой юбилей МФЦ Республики встретил в кругу сотрудников, коллег и представителей власти. На торжестве говорили о востребованности службы в жизни муниципалитета и результатах деятельности за 10 лет. Лучших сотрудников отметили благодарственными письмами и грамотами. Собрав под одной крышей в формате одного окна практически все органы государственной власти, многофункциональные центры избавили наших граждан от необходимости бегать за справками и позволили экономить и время, и в одном месте решать все вопросы, которые их волнуют. Все это говорит о том, что деятельность многофункциональных центров стала неотъемлемой частью жизни наших граждан. МФЦ объединяет добрых и искренних людей, которыми движет желание быть полезными, говорили на торжестве. Ведь только за один визит можно подать сразу несколько заявлений, а затем лишь забрать готовые документы. Одним из важных качеств, наверное, все-таки стрессоустойчивость и трудолюбие. И, наверное, надо любить свою работу для того, чтобы работать в МФЦ и именно заявить в этой сфере. Если не любить, то, я думаю, что столько лет проработать не получится. Нас обучали, естественно, органы власти. Им огромное спасибо. Они нас очень хорошо поддерживали, обучали, консультировали. Многофункциональному центру пожелали и дальше с успехом развивать свои услуги. Чтобы у людей была возможность как можно скорее получить ответы на все вопросы, выразив особую признательность и благодарность коллективу за качественный труд, ответственное отношение к работе, заботу о людях и преданность делу. Альбина Лавкова, Лейбастанов, Вести Карчаева, Черкесия. Деятельность кредитных и микрофинансовых организаций будет теперь контролировать Управление Федеральной службы судебных приставов. С 1 февраля вступил в силу федеральный закон, который наделил судебных приставов новыми контрольно-надзорными полномочиями, которые распространяются на деятельность кредитных микрофинансовых организаций в части осуществлениями деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. На банки и микрофинансовые организации будут распространяться обязательные требования, связанные с необходимостью иметь специальное оборудование и программное обеспечение, необходимое для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе возврата просроченной задолженности. Также указанные организации будут обязаны в течение трех лет хранить документы и информацию, касающиеся профессиональной деятельности. В соответствии с федеральным законом предусмотрены новые способы взаимодействия с должниками по вопросам возврата просроченной задолженности. Теперь с гражданами может взаимодействовать робот-коллектор. Эта специальная программа, автоматизированный интеллектуальный агент, сможет вести диалог с должником без личного участия представителей организации. Такой способ общения будет приравниваться к непосредственным взаимодействиям с должником, и на робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательства. Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записываться. Кроме того, алгоритм использования робота-коллектора должен предусматривать потребование должника возможность переключения на сотрудника организации. Еще одним способом взаимодействия с гражданами станет направление сообщения должникам через портал госуслуг. Этот способ приравнивается электронным сообщениям. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу госуслуг. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью и утром в горах местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью плюс 2, плюс 7 в горах минус 4, плюс 1, а днем до плюс 20 и местами 5-10 со знаком «плюс». Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 4, днем 18-20 градусов тепла. Многодетная семья Евдокимовых вместе с бабушкой Любовь Пономаренко из Ужджигуты приняли участие в церемонии открытия года семьи и представила наш регион в конкурсе «Династии России», который проходит в рамках семейного форума «Ротные и любимые». Сергей и Инна Евдокимовы воспитывают восьмерых детей, прививая любовь к родному очагу и к духовным ценностям. В гостях у Читы Евдокимовых побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Многодетная семья приняла участие в конкурсе «Династии России» в рамках работы форума «Ротные и любимые», который проходил в Москве на ВДНХ. Там они познакомились с достижениями регионов России и приняли участие в различных мастер-классах. Все 89 регионов мы все посмотрели возле нашей, сфотографировались. Интересные, красивые. 75-й павильон. Где представлен регион России? Там его тоже, его только дня не хватит, чтобы ходить. Столько много узнаешь нового. Очень мы довольны и благодарны нашей республике, что как все организовали, как все сделали. В семье Евдокимовых проживает и бабушка Любовь Пономаренко, которая также активно участвует в воспитании своих шести внучат и двух внуков. В первую очередь нужно жить по совести, оказывая поддержку друг другу. У нас семеро было в семье. И я, вот, племянники росли. Ну, сестричка как-то, да, сестричка у меня уже меньше родилась, то и в школу не хотелось идти. Маму с роддома выписали, я бы только возле нее и была. Как-то оно в семьях, оно вот, не знаю, все дети тоже, все-все любят деток маленьких. И вот мы так росли. И когда племянницы были, тоже друг у друга выдирали, кто будет с ним. Все это, все-все, и я жила, и я и не думала, что у меня там один или два. Я думала, сколько даст Бог, столько и будет. Все дети имеют музыкальное образование, виртуозно играют на скрипке и фортепиано. Очень часто творческая семья проводит музыкальные вечера, и каждый ребенок демонстрирует свое мастерство на музыкальном инструменте. Мы очень дружны и стараемся помогать по дому маме, признаются сестры Евдокимовы. Старшие дети с особым вниманием и заботой смотрят за младшими. Каждый из нас чувствует свою ответственность в доме друг за друга, отмечают они. Они в музыкалку два раза в неделю ходят, дети. И вот у нас четверо младших детей и четверо старших детей. И так распределено, что каждый занимается, один старший с одним младшим ребенком, после каждого занятия в музыкалке, ну, домашнее задание с ним дома пополняют. Семья Евдокимовых очень религиозная, старается соблюдать все каноны Библии. И, как отмечает глава семьи Сергей Евдокимов, именно любовь к ближнему является основой нашей семьи. Ну, и девиз нашей семьи, как бы, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и поступай ты. То есть, все, чтобы, как хочешь, чтобы к тебе отношение было, ну, все-все-все, как бы, так вот, и ты должен поступать с другим человеком. Да, и возлюби, еще есть такая, как бы, заповедь, но у нас она главная, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, вот, как ты себя любишь, вот так и относись к другому. Сегодня по всей Карачаево-Черкесии прошли встречи представителей территориальных образовательных ведомств с родителями будущих выпускников. Собрание в Черкесске в рамках акции «Итоговое собеседование по русскому языку» было организовано в Центре молодежного инновационного творчества. Родителям школьников досконально объяснили, что и где и когда будет проводиться, какие требования предъявляются к ученикам, из каких слагаемых составляет итоговая оценка и есть ли возможность пересдачи в случае неудовлетворительного результата. Также был показан видеоматериал, где смоделирован ход экзаменационного процесса. На появляющиеся вопросы по ходу собрания представители городского управления образования давали обстоятельные ответы. Понимаю, что важнейшая задача сейчас успокоить родителей, которые накануне аттестации беспокоятся куда больше, чем сами учащиеся. Мы провели ряд собраний. Две недели мы проходили собрания по всем общеобразовательным организациям. И мы увидели, что на самом деле родители больше обеспокоены. Дети на самом деле, ну как, они спокойнее, они терпеливее, родители эмоционально немножко не выдержаны. И для того, чтобы они увидели и знали саму процедуру и психологически себя настроили и своего ребенка, нам нужно было провести эту акцию. У каждого из них есть кличка и печальная жестокая история обращения людей. Учащиеся 9-й гимназии города Черкеска поучаствовали в акции и собрали все необходимое для реабилитационного центра животных-инвалидов «Белый клык». А подробнее расскажет наш корреспондент Дарья Тендит. Запущенная акция «Орлят России. Благотворительная помощь братьям нашим меньшим» объединила учеников 9-й гимназии. На протяжении двух недель ученики собирали необходимые средства для госпиталя «Белый клык» – корма, пеленки и денежные средства. По приезде гостей радушно виляя хвостом встречали четверолапые постояльцы. 9-я гимназия неоднократно участвует в такого рода благотворительной деятельности, отмечает учитель Жанна Булатова. «Сегодня, например, я узнала, что у них есть магазин, что можно в магазин приносить эту всю помощь. И я думаю, что те детки, которые пришли, те родители, которые пришли, и я донесу информацию до многих родителей, что можно сделать это на постоянное слово. Это действительно люди с огромным сердцем, с огромным желанием. И я надеюсь, это желание не пропадет помогать вот этим животным, которые попали в очень сложную ситуацию». Госпиталь для животных-инвалидов «Белый клык» функционирует в Карачаево-Черкесии на протяжении пяти лет. В него попадают покалеченные животные от жестокого обращения людей. Помимо собак, в госпитале проживают и кошки с различными видами заболевания. Братья наши меньшие нуждаются в постоянной заботе и внимании. Анар Баширов, директор реабилитационного центра «Белый клык», поблагодарил за оказанную помощь учеников и учителей 9-й гимназии. «Помощь нам нужна практически всегда, так как корма, расходы на животных очень большие. И в день у нас уходят очень огромные финансы, чтобы прокормить наших собак. Это очень хорошая была идея советников-директоров, что организовали такую акцию, акцию помощи нашим животным. Так как дети должны с детства приучаться к доброте и любви к животным. Так как, если не человек, животным никто не поможет». Для тех, кто хочет иметь хорошего друга, собаку или кошку, но не может содержать их дома в госпитале «Белый клык», существует проект опеки. Питомец будет проживать на территории реабилитационного центра, а вы сможете его навещать, кормить и проводить время вместе. В животном мире тоже есть чувства, и они гораздо глубже, ведь исходят от сердца. Мирхан – безлапый пёс, который потерял свои лапы не в бою, а от жестокости людей. Но в его глазах также продолжает жить надежда и любовь к людям. И когда-нибудь он надеется, что найдёт своих настоящих хозяев, которые подарят ему всю теплоту и ласку. «Помочь реабилитационному центру «Белый клык» может каждый из вас. Это благородное дело, вследствие которого жизнь животных-инвалидов станет лучше». Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе». Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин